У истоков заточения. Сегодня мы расскажем, с чего начиналась скандальная история узников из поселка Желнино. Напомню, три семьи, которые живут на втором этаже частного деревянного дома, оказались заперти. Новый сосед, который выкупил весь первый этаж, лишил их единственного пути в свою часть дома. Дело в том, что единственным входом на второй этаж была уличная лестница. За время своего проживания жильцы второго этажа эту лестницу огородили пристроем, но соседу с первого это не понравилось, и он через суд добился сноса этого пристроя. Вот только когда сносили пристрой, заодно смели еще и лестницу. Причем происходило все в присутствии судебных приставов и в то время, когда в доме были люди. Жильцы второго этажа сняли все происходящее. Эй, ты не придурок в здании, люди! Сейчас если мне на башку что-нибудь рухнет, у тебя будут большие проблемы. Прямо над нами ломают, на нас рушатся кирпичи и все на свете. Вам кто дал право вот на это сломать? Мы теперь на второй этаж даже подниматься не можем. Я инвалид, второй группы, да, да, да. Здание находятся люди, я тебя заранее предупреждаю. Пока мы выясняли юридическую сторону вопроса, с какими целями к нам приехали судебные приставы, в это время Косарев Сергей со своей стороны участка загнал какой-то трактор, и, в общем-то, этим трактором варварски просто разнесли здание, не убедившись в том, есть ли там кто-то вообще живой, нету. У меня на тот момент в доме находились двое детей, в здании также проходит проводка, там находились газовые баллоны. У меня здесь дети, вы несете угрозу жизни и здоровья, вы понимаете ответственность за эти обстоятельства? Войдя в здание за мной, спецгруппа, кто работает с судебными приставами, они забежали тоже. Меня просто выносили вдвоем, прям, ну, в буквальном смысле взялись на руки. В тот момент у меня повредили маму, ну, ее один из сотрудников вот этой спецуры начал толкать. Женщина садила. Вы что, с ума сошли, что ли? Она не стукнулась. Вы с ума сошли, она нахренбали второй группы! Мам, мам, вставай, мамуль, мамуль, ты что, мам? Мам, 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 мамай! Она упала, и ей вызывали скорую. Елена Николаевна, вы пристав, вы считаете это действие законами сейчас? Исполнительские действия по решению суда. Где? Бумага! Где? И решение суда. Хорошо, вы сломали другое здание. Молодцы! Молодцы! У вас до сих пор нет бумаги, что это тоже здание. Посмотрим, что будет дальше. Судебные приставы, в свою очередь, заявляют, что в данной ситуации фактически были лишь наблюдателями. Дело в том, что в добровольном порядке решение суда не исполнено, и в данном решении также прописано, что если должником в добровольном порядке не исполняется решение суда, то право по сносу предоставляется взыскателю. Нас на территорию не пустили. Пока мы с ними пытались все-таки решить этот вопрос, взыскатели снесли пристрой с обратной стороны. Я даже не знаю, бывали там лестницы на тот момент, когда мы были там 18 ноября. Между тем выяснилось, что скандальный сосед уже давно известен Держинским правоохранительным органам. Бывшая супруга, сын Сергея Косарева и бывшие компаньоны обвиняют мужчину в побоях, поджогах и даже вымогательстве. У меня от него одни проблемы. Ты с дома выходишь, оглядываешься. Был этот поджог дверей постоянно. У меня вот эта дверь горела тут несколько раз. Зертуть распыляли в помещении там, где расположен офис у меня. Здесь машины во дворе сколько раз горели. Моя сгорела, сын сгорел машиной. Сожгли, как я думаю, отец и его настоящая жена. Сожгли зачем? Таким образом пытаются с меня и с моей матери выбить деньги, которые они считают, что это принадлежит им. Они их выколачивают, причем незаконными методами. Требуют 20 миллионов рублей. Сергей Витальевич прям бросился на меня с побоями. Ясное дело, что я пошла в полицию, написал заявление. Так что вы думаете? Он написал встречное заявление, что это бы якобы я на него бросилась. Из-за того, что я на него, он пришел матом выргулась. Да, он меня заказал, меня избили. Второй раз у нас конфликт не случился, когда он меня отжал от предприятия. Я пришел проконтролировать деятельность предприятия. Он организовал драку, то есть ударил меня по лицу и пошел со мной разбираться. Он просто такой человек психически неравновешенный. Бросится, может, вообще на любого. Просто стоит только на него даже достаточно плохо посмотреть. Вышли отсюда. Вышли все отсюда. Вышли все отсюда. Это наш гость. Так, все отсюда вышли. Вышли отсюда все гости. Это наш гость. Вы что здесь? Если прийти на Многостелл, ОВД, там каждый знает в каждом кабинете вот этого товарища. Там больше 30 отказных дел лежит. Мне в полиции еще говорят, пишут отказ. Нет таких доказательств, которые принял бы суд. Наши правоохранительные органы, они обо всем в курсе. Жалобы писали уже везде и говорили, что это люди психически нездоровые. Притом у этих людей еще целый сейф оружия дома лежит. Так что бояться стоит всем. Кстати, единственное обстоятельство, с которым согласны обе стороны конфликта, это то, что дело нужно решать через суд. Вот только проблема в том, что в суде уже целая куча исков и по поводу межевания общей придомовой земли, и по поводу незаконного сноса лестницы, и даже заявление в полицию от жильцов второго этажа о краже приставной деревянной лестницы, по которой они спускались вниз. Поэтому, когда и как закончится вся эта история, даже предположить сложно.